Небеса созданы Богом, они имеют начало, а Бог, Аллах, Он не созданный, Он не имеет начала, Он существовал вечно без начала, Он существовал до создания небес. Смотрите, в Коране сказано, это значит, что Бог, Он Аллах, Аллах, это имя Бога означает вечный без начала, не имеющий начала существования, то есть Бог существовал вечно без начала, Он не появился. А в этом аяте Корана и во многих других говорится, что Аллах, Тот, Кто создал небеса, то есть небеса созданы Богом, их когда-то не было, все создано Богом, и небеса в том числе. И человек должен быть умный, мудрый, нужно использовать разум, смотрите, Бог существовал вечно без начала, а небес когда-то вообще не было. Небеса это создание Бога, не было когда-то неба, а Бог был, значит Он существовал не на небесах. Не было когда-то луны, земли, солнца, света, тьмы, времени, не было когда-то вообще места, а Бог существовал вечно. Вечно без начала, ни миллион лет назад, ни триллион, ни сексиллион, вечно без начала Бог существовал без места. Не было места, а Аллах был. Вот и ответ, как надо верить в Бога. Он существует без места, каким и был вечно до создания места. Как сказал известный ученый ислама из числа Агнусуннаты Вальджама, Абубакар Альбакиляни, который жил больше десяти веков назад, он сказал, Аллах существовал вечно без начала, а места не было когда-то. И когда Аллах создал место, Аллах не изменился. То есть это означает, каким Бог был вечно без начала со всеми своими сефатами, атрибутами, таким Бог существует сейчас и точно таким будет вечно без конца. Он не меняется. Меняются созданные, а создатель на созданных не похож. Он не меняется, как говорил Абу-Муслим Аль-Хавляни, Табиин. Он встречался со сподвижниками пророка Мухаммада, мир ему. Он говорил, Субхана кайямун битаннабад, Ваяда и массабад. Аллах чист от всех недостатков. Он меняет свои создания, а сам не меняется. А также, смотрите, в Куране сказано, в суре Ат-Таквир, в аяте одиннадцатом, Толкователи Кур'ана, Ат-Табари и Куртуби, сказали, что этот аят означает, что небес когда-то не будет. И сказано в Куране, Аль-Ахир, это имя Бога, означает, что Бог вечный без конца. Он никогда не прекратит своего существования. Он вечный без конца. Теперь смотрите, сказано в Куране, что небес когда-то не будет, А Аллах будет существовать вечно без конца. Значит, он не на небе. Небес же не будет, А Аллах будет вечно. И у неба есть размер. А если кто-то утверждает, что Бог на небе, То, по его убеждениям, Либо Бог размером точь в точь, как небеса, Либо он говорит, что Бог больше, чем небо, Либо говорит, что Бог меньше, чем небо. Любой из этих трех вариантов, Это является куфор неверия. Кто скажет, что Бог размером, как небо, Это неверующий. Кто скажет, что Бог меньше или больше, чем небо, Это тоже куфор неверия. Приписывать Богу размер, форму, объем, Это противоречит религии с нам. Аллах дал знать о себе в Куране, Что он неподобен созданным. Ему не присуще иметь размер, форму, тело, Находиться в каком-то месте. Создатель не имеет никакого подобия с созданиями. Имам Абу Сулейман Аль-Кхаттаби Он сказал, Наша обязанность и обязанность каждого мусульманина Знать, что Аллах не имеет ни фигуры, ни образа, Потому что фигура состоит из формы, А Аллаху и его суфатам, его атрибутам Не присуще иметь форму.